Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях Сергей Витальевич Павловский, участник Афганской войны. И говорить мы будем о 35-летии со дня, скажем так, окончательного вывода советских войск из Афганистана, потому что начиналось всё в 1988 году, а 15 февраля 1989 года фактически всё завершилось. И мы, конечно, помним те последние кадры, когда в программе «Время» тогда, ещё в советской, вы показывали, как Борис Громов выходит и говорит, что всё за моей спиной, никого не осталось. Так ли это было на самом деле? Ну, в армии, как известно, не всё нам рассказывают так, как было на самом деле. Но с точки зрения, как говорят телевизионщики, картинки, это был такой очень важный элемент в истории вообще и Советского Союза, и в персональных историях очень многих людей, которых эта афганская война коснулась непосредственно. Сергей Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, как вы вот оцениваете вообще вывод войск? Это что? Окончание войны? Это какой-то этап в вашей жизни? Что для вас 15 февраля? Ну, я считаю, что правильно сделали, чтобы вывели оттуда войска. Потому что на нашей территории не было понимания, что мы там делаем. Хотя бы чётко понимали, чем мы там занимаемся. Потому что где не мы, там уже другие, как говорится. Ну, сами знаете, что после нас они уже 20 лет воевали и ушли оттуда. Какими способами и всем остальным. Мы все видели по телевидению, как на самолёты падали люди. Вот. И как сейчас уже там те люди, с которыми воевали в Сирии. Всё, что мы там делали, там женщины даже уже ходили без пранжи в Кабуле. Это уже о чём-то говорит. Вот. А у них даже запрещено им там вообще появляться где-либо. То есть именно в этом плане там... Ну, это да, это такая история. Мы, конечно, сейчас коснёмся, как всё начиналось и для вас лично. Но, тем не менее, вот этот день вы помните, когда как бы всё закончилось? Как-то вы... Нет, я уже был... Я 83-85-м, я уже был дома. А выводили уже после меня. Я не вошёл с первой группой, я вошёл со второй группой. То есть вы были по самой середине, что называется? Да. Это самая сложная была группа. Потому что первая группа, когда туда вошли, если мы так называем, партизаны. Вот. И со всех подразделений были собраны определённое количество военнослужащих. Ну, сами знаете, понимаете, да? Вот. И там было тяжело. В том плане, что маджахеды эти, они нападали на бэмпер даже с шашками. Ну, мы сейчас об этом поговорим. Напомню, что всё начиналось в 79-м году, да? И поэтому потом Олимпийские игры, там была у нас целая история бойкота и так далее. Ну, грубо говоря, начиналось всё при Леониде Личе Брежневе, а вы уже попали при Андропове в 83-й год. И я так понимаю, что это был набор в срочную службу, да? Как вы попали? Почему именно в Афганистан? Или вы сами как-то попали? Нет, дело в том, что я закончил училище. То есть это по основной профессии? Да, я закончил училище Московского Верховного Совета, Кремлевские курсанты. Вот, в Кузьминке, которая находится. Так. После окончания училища я попал по распределению в Московский комендантский полк. Ну, это как бы очень... Рота почётного караула и полк обслуживания, и сама комендатура. Вот. Я был там командиром взвода. Это привилегированная такая вот... Ну, это считается привилегированной, потому что отбор даже, допустим, военнослужащих там ниже метра 85 не берут. Вот. Ну, удивительно то, что собирали их со всего Союза. Я лично ездил на отбор на Украину. Вот. Задача была рост, разговор, да, речь. Ух ты. Дневной татуировки. И, как правило, образование. Ну, то есть это такое... И потом уже они приезжали туда к нам в часть военную комендатуру. Тренировки. Потом сопровождение и встречи правительственной делегации. Они занимались чисто охраной вечный огонь и находились на территории. Для того, чтобы отличаться как-то друг от друга, у нас существовал свой шаг. У них свой. И вот отличие между... Шагами? Ну, интересно, да. Очень интересно. Между Ротопочётным караулом и полком охраны Кремля был то, что постановка ноги была совсем другая. У нас другая, у них другая. Это один из дюансов, который там был. И шесть часов в день тренировок. Да, шесть часов, да. Даже офицеры. Офицеры и солдаты тоже самое. Ну, вот, казалось бы, можно было как-то, я уж не знаю, подходит ли здесь слово договориться, не договориться, но можно же было и остаться в... Ну, полк-то есть, надо работать. Рота есть, вернее, в ней надо работать. А в Афганистан вы как попали? Вас туда направили? Или вы сами попросились? Как это было? Была разнарядка и большое количество офицеров, которые служили. Ну, я не о всём могу говорить. Вот, служили в московском округе. Ну, сами понимаете, что это округ привилегированный. Конечно. Вот. И было в качестве приказном порядке выполнение традиционального долга. Да. Как правило, все офицеры – это члены партии. Вы это отлично понимаете, да? Вот. Ну, это как практически партийное задание, да? Да. Это было выполнение традиционального долга. Да. Так. Вот, поэтому ни у кого не было никаких таких поползновений. Вариантов. Да, варианты, тем более мы давно, как говорится, не воевали. Если так, столько не будем брать там Кубу там и так далее. Вот. И большое количество офицеров было именно с комендантского полка направлено на территорию Афганистана. По-разному. И вот так, по разнарядке, выполнять интернациональный долг, я тоже был отправлен. А какое у вас звание тогда было? Старший лейтенант. Старший лейтенант. Ну, самый такой. Дело в том, что даже командира роты почетного караула Александра Басова, майора. Который все знает. Да. Его тоже отправили. Тоже отправили. Он погиб. За его голову давали миллион долларов в Афгани. За его действия, которые у него был батальон. Он погиб прямым выстрелом с гранатомета с 15 метров. Сколько вы были в Афганистане? Два с половиной года. Два с половиной года. А когда вы прибыли и когда вы вернулись? Вот эти два с половиной года. Каким вы приехали, каким вы уехали? Я вам скажу, что это небо и земля. То, что мы учили, я скажу, что училище – это самое лучшее училище, я считаю, в мире. Наше, в БОКУ. В общем, русское командное училище. Но дело в том, что там человек получает совсем другое образование. То, что мы учили, тактическая подготовка – это одна. А там уже приходилось какие-то уже другие меры. То есть с участием в боевых действиях у человека возникают свои идеи. Ну, вплоть до того, что даже на КАМАЗы мы умудрались поставить ЗУ-шку, ленитную установку, которая сопровождала колоды. Которая, непосредственно, я этим занимался. Ну, то есть война заставляла вас придумывать такие решения, учиться по ходу прям. Да, да. По ходу. И солдаты, дело в том, что я вот так вот потом уже анализировал все это. Все солдаты, которые были в Советском Союзе, как я говорю, и те, которые возвращались оттуда, это были люди, которые… Мышление было до 45-летнего мужика. Ну, сразу как бы прибавлялось. Совсем другие люди. Да. Вот, которые испытали, которые видели это все. Ну, многие, конечно, там по возвращению, как говорится… Мы же там сады сажали, мы же не воевали. Да. Было очень обидно. А вот эта фраза, которую я помню еще с тех времен, я тебя туда не посылал. Да, это вот самое обидное. Как так можно вообще? Ну, вот до сих пор вот сейчас вот между нами идет такое вот СВО, да? Сейчас идет. Я понимаю, это совсем другая война. Отличается в том, что тут идет война не людей, а техники, как правило. Все вот эти вот артиллерийские, авиация и так далее, и тому подобное. Там было совсем по-другому. Там воевал именно солдат. Поэтому не зря, что у нас были потери больше 10 тысяч. Ну, я так понимаю, что мы, наверное, не найдем никогда вот прям конкретную цифру погибших. Ну, официально 10 тысяч и около 50 тысяч раненых. Вот. А ваш первый бой в Афганистане, когда произошел? Что это был за бой? Если так вот, может, как-то по-другому это называется? Ну, я скажу одно, что по прибытию в Афганистан, имея такое образование, которое я получил, у меня хорошее было образование военное. Потому что в училище оно само дает. Это считается дальше офицером, который заканчивается, это элита считается в офицерском корпусе. Меня смутило то, что по прибытии, находясь на территории аэродрома, где там, и до того, как нас распределили по подразделениям, там огороженная такая сетка, и идет солдат, который охраняет караул. И он ни с того ни с сего начинает стрелять. В моем понятии. Сейчас набегут, сейчас будут проверять, куда стрелял, чего стрелял. Я долго наблюдал за этим действием. Никто не подошел, никто не проверил. Ну, я понял так, что где-то там на каком-то расстоянии где-то шевельнулось. И он просто-напросто открывал. То есть, вот это меня уже сразу смутило. Уже не смутило, а как-то меня... То есть вы еще были мирный офицер. Да, я только приехал, я не знаю ничего. Меня посадили в БТР. Ну, мне же интересно. Ну, я в люк смотрю, что, чего. Ну, где-то километром мы с Хабула в Баграм ехали. Я в Баграме служил. Там не очень долго ехать. И то, что меня смутило, я сижу наверху, вылезаю в две руки офицера, который сидит, и меня втаскивают просто туда в люк. Я ударяюсь головой, ничего не пойму. Опускается КПВТ и начинает стрелять. Я ничего не понимал, что это такое. Они говорят, переходила дорогу банда. Ну, вот такие вот. То есть, все происходило как-то, ну, прям по ходу. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Даже всей нашей программы, конечно же, не хватит, потому что вы абсолютно правы. Фильмы даже есть, посвященные этой теме. Но как-то до сих пор нету полного понимания. И очень важно, что те люди, которые в этом принимали участие, чтобы они донесли вот свою, да, свою какую-то историю. Я могу ответить на один вопрос, который сейчас вы задали. Дело в том, что после Афганистана я попал в кавалерийский полк съемочный. У меня служил Бондарчук солдатом, у меня служил Жигунов солдатом и очень другие актеры, которые были. Бондарчук очень сильно интересовался темой Афганистана. В полку у нас было около пяти или шести офицеров. Но он интересный человек сам по себе. И он доспрашивал, как, что. И вот на основании вот этих всех расспросов была создана девятая рота. То есть вот такой интересный. Хоть немножко похоже? Да, там много есть чего похоже. Сделаем небольшую паузу. У нас в гостях Сергей Витальевич Павловский. В начале следующей части я хочу просто перечислить только некоторые ваши награды. И спасибо, что вы пришли в полном, как положено офицеру, в полном амундировании. Сделаем небольшую паузу и продолжим разговор о том, что 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск, контингента советских войск из Афганистана. Дождитесь продолжения. Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко. Напомню, что сегодня у нас в гостях Сергей Витальевич Павловский. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Сергей Витальевич попал летом 1983 года в эту страну, выполняя интернациональный долг, как тогда это называлось везде официально. Кавалер Ордена за службу Родине в вооруженных силах СССР третьей степени. Награжден медалью за отличие воинской службе первой степени, медалями воин-интернационалисту от благодарного афганского народа. Мне кажется, это теперь уже, наверное, очень редкая награда. Участнику ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, кстати, это поразительно, но огромное количество афганцев, процентов, наверное, 80 было там. Ну и, конечно, за боевые заслуги, тоже награда, которая сразу... Вот есть у человека за боевые заслуги, уже все вопросы отпадают. Но у нас вопросы не отпадают, потому что мы через столько лет это все вспоминаем, и такое количество людей, которое уже ушло и в мирное время, вернувшихся из жизни. Скажите, как вы чувствовали себя как человек, молодой офицер, когда вы уже начали понимать все правила игры там, вот, когда вы поняли, что вы уже, ну, в деле, что я уже все знаю, откуда может прилететь, или до конца невозможно было, ну, расслабиться, и все время было напряжение? Дело в том, что человек учится постоянно. Так. Если он учится, он привыкает к любой обстановке и к любым действиям. Я вам говорю, что солдаты выходят оттуда уже с другими мышлениями. Так же офицеры тоже выходят. Ну, вещь, которую они творили с нашими военнопленными, которые попадали, некоторые оставались у них там, большое количество было такое, что оставались офицеры, оставались после плена. У нас об этом мало говорили, только уже потом. Ну да, сейчас уже по телевидению показывают, и в фильмах это показывают. Действительно было так. Но сам народ по себе, ну, специфический. Кроме того, вера мусульман, которую ты, как правило, не воспринимал бы все православные люди. Вот, много таких вещей, что в храм, не в храм, а в синагу, как она там называется у них, мечеть войти нельзя. Определенные каноны существуют, к женщине обращаться нельзя. Вот, понимаете, вот это со временем ты начинаешь вникать в ихнюю жизнь. Понимать правила. Понимать их правила такие, просто до меня, у меня был такой случай, что я летел в вертолете, с нами летели афганские офицеры, которые учились в России, и попала группа наша тоже туда, в вертолете. Там летела женщина, беременная. Да. Я предложал ей сесть. Как мне сказали, что я просто, хорошо, что я просто не выкинули святой вертолёт. Она не имеет права садиться, когда сидят мужчины. Это вот такой пример просто. Второй случай, там, уходя на операцию на перекрёстке, идет мужчина, как я понял, ее муж, женщина идет сзади, он ее сажает на перекрёстке, сам уезжает, или в Кабул, или куда он поехал, или в Пулихом, или я не знаю. Через три дня, после того, как я возвращался, эта женщина где сидела, там и сидела. То есть, понимаете, вот это вот отношение, вот это вот все, не человек, если она замуж вышла, то если они там разводятся, ее уже родители никогда обратно не возьмут. Это вот чисто вот это вот... Обычаи, да? Обычаи вот эти, да. Да, кроме того, что, ну, как вам сказать, народ, он сегодня царандой, а ночью он душман, так они называют. То есть, ты не можешь понять, что сегодня все хорошо, а ночью нет. Да, 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 вот так вот. И вот это все ваши коллеги об этом рассказывали, но ведь вы же выполняли, то есть, это, во-первых, приказ, во-вторых, это как бы ваша работа. Было ощущение, сдавали ли вы себе тогда вопросы, нам это нужно, не нужно, или просто выполняли задачу, и плюс к тому же, я уверен, что как офицер еще стояла задача, ну, самосохраниться? Ну, самосохраниться, самосохраниться, офицеров задача стоит сохранить личный состав. Я имею в виду, да, личный состав. Как вот это все можно было? Это я не представляю себе. Я в основном занимался, до операции как таковые я не ходил, но я занимался сопровождением колонн. Как правило, у нас в основном все боевые действия происходили, это именно нападение на наши колонны, которые шли через всю территорию. Допустим, на поле Хумри, потом Черчик туда, и возвращение, то есть до границы доходишь, загружаешь, получаешь колонну, и ты ее сопровождаешь. Это вот самое наливники, самое страшное, когда наливники, если попадала что-то вся колонна. Вот, самое страшное, это вот именно попасть под этот обстрел и так далее. Ну, я скажу, что это сложный вариант. Но обстрелы же были постоянно? Ну, не всегда. Иногда колонны проскакивали без обстрелов, но, как правило, да, столько колонны... Вот два с половиной года, там какая-то была очередность, потому что, ну, ротация какая-то существовала. Или ты должен был отслужить, или просто мог находиться там до конца. Как вообще работала система, ну, привлечения, ну, во-первых, рядового состава, офицерского состава? Потому что, когда я служил, я помню, что у нас, я застал время, я вот вам в перерыве говорил, что офицеров ротировали, отправляли из части именно офицеров, солдат уже не трогали. Ну, я вам скажу так, что там свои законы. Законы войны, как говорится. Но самое интересное то, что там такого, ну, что скрывать, как это выразится, дедовщины, как таковой, там не было. И там не было такого солдафонства, как вот раньше. Если я, офицер, командир, у нас не было, товарищ солдат, у нас было, Петя, иди сюда, сделай то-то. Вадь, ты не прав, туда. Понимаете, там... Боевое братство? Да. По-настоящему? Там отношения совсем другое. Для человека, который попадает в эти условия, это совсем по-другому. Я когда уже вернулся в Союз, я ощутил, что на меня начали косяками бросаться, что я, их сказали, что я как по-не-братски веду себя с личным составом. Ишь ты. Нельзя, мол, так, да? Да. Вот, на этой почве тоже были трения и так далее. И в то же время я знал, что за меня будут стоять корой. Ну, такие случаи бывали, что, как правило, у офицера есть тени. Тени – это два более подготовленных солдата, наполняют задачу, то есть они смотрят только за командиром. Если ты стреляешь в какое-то определенное место, то знаешь, что две очереди будут идти туда. Они тебя пасут. Потеря командира – это потеря подразделения. Ну, в таком вот плане все. А вот сама система работы от приказа до выполнения приказа, туда поехать, там загрузиться, разгрузиться – это быстро работало? Это быстро работало. Дело в том, что каждый день поставилась определенная задача, что, допустим, сегодня идет одна колонна, идет один офицер, командир роты или командир взвода, или замполит. Вот. Следующий там уже идет, следующий. Ну, там чередовалось это все. То есть один уходит, приходит, другой уходит, приходит и так далее. Вот. Ну, это вот так вот осуществлялось. А что думали о Родине? Ведь это как... Нам обидно было. Два разных мира. Что мы телевизор смотрим, смотрим телевизор, и когда говорят, да там они сады сажают, я вам же это говорил, что мы ничего не делаем, там просто мы как на отдыхе загораем. Вот это было обидно. Потому что мы знали, что люди гибнут. Особенно вот эти вот года 83-85, когда уже были наемники. Ну, у вас же были замполиты, которые должны были объяснить, что так надо, что не надо, чтобы страна знала. Нет, ну, так никто этого не объяснял. Не объясняли? Нет. И так сойдет, да? Ну, и не объясняли в том плане, да, работу проводили, что там партийные люди. Ну, мы все же партийные люди. Вот. Ну, все отлично понимали. Ну, вам одно говорят, а ты видишь совсем другое. В телевизору говорят, вы там ни хрена не делаете, извините за выражение. И вот сейчас, когда началось СВО, у афганцев тоже такой вопрос затекает. Мы понимаем, что там пацанам тяжело. Там жалко пацанов. Я видел уже людей, которые оттуда вернулись, в каком состоянии вернулись. И кто погиб, уже есть у меня знакомые. Другая война совсем. Но дело в том, что мы же тоже воевали. Сейчас у них одни льготы там, я говорю, что у них одни там какие-то привилегии. А получается, что мы уже позабыты. И вот афганцы сейчас в этом плане начинают как-то так вести себя. Одна меньше с каждым годом становится. Ну, да, поколение. Я хотел бы вернуться к тому моменту, вот когда вы уже вернулись, именно вы вернулись, да? Это получается 1985 год. Как раз Горбачев приходит к власти. То есть вот как начинается, в общем-то, с его приходом начинается выход из Афганистана постепенный. Шварнадзе в этом активное участие принимал. Вот как вы вернулись к мирной жизни и что у вас... Я прекрасно понимаю, что у каждого свой путь, но, наверное, ваша мирная жизнь все равно на части как-то поделена до сих пор? Ну, я просто одним примером вам скажу. Давайте. Не знаю, будет ли это как сказано. После того, как я вернулся, я у мамы находился. Вот. Ну, она... Я ей не рассказываю. Ну, как правило, афганцы очень мало рассказывают. И она в определенное время говорит, ты кричишь ночью. Я говорю, ну, ладно, я не кричу. Что ж ты там делал? Вот. Ответ. Потом вы начали работать, вернулись, да? Я вернулся и попал в московский полк Мосфильма. Мосфильма. Да. То есть вы со всеми те, кто хоть что-то умеют делать в плане движения. Я снимался во многих фильмах. Четыре часа до начала войны. Градемарины вперед. А ваше... Вы чем занимались? То есть... Массовые съемки на лошадях. Кавалеристом стали? Как вы сказали? Да, да. Я на лошади никогда не сидел. Ну, человек быстро учится. Научили. И вот я до увольнения я служил в кавалерическом полку. Командиром эскадрона. Эскадрон это 150 лошадей, 150 садников. Поездил опять по всей России, по всему Союзу. Я же вам говорил, что Жигунов там... Ну, многие актеры, каскадеры все. Ну, в принципе, интересно. Сами съемки интересные. Вот. И потом, когда смотришь, и встреча с актерами, которые... Ну, многие, конечно, я лично знаком был. Ну, и Бандачук уже как раз вышел, и Жигунов вышел. Уже, уже как-то так уже общались. Уже по-другому не как солдаты, а как нормальные люди. Да, да, да. Вот. И есть, что вспомнить интересного, конечно. Я так понимаю, что еще до ухода в Афганистан вы попали как рота почетного караула со времени похорон Леонида Ильича, да? Вы принимали участие в этом еще процессе? Брежнева, Суслова, Косыгина и Баграмяна. Пятилетка похорон, как называли. Вот. Ну. В общем, очень-очень интересное. К сожалению, мы должны завершать. Сергей Витальевич Павловский, участник Афганской войны, кавалер Ордена за службу Родине в вооруженных силах СССР третьей степени и награжден многими другими наградами. Ветеран Афганской войны. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова